Ну что, дорогие друзья, всем привет! С вами Александр и мы продолжаем этот Кубок Содружества. И сегодня у нас на очереди команды России Молодежная и команды Беларуси. И команда молодежки России вчера играла с командой Европы, уверенно их победила со счетом 11-1, 10-1 и является одним из лидеров этой группы. Собственно, Беларуси только-только начинают свой путь, свою дорогу к борьбе в группе. И вот у них сегодня дебютный матч. Собственно, что мы можем с вами отметить по составам команд у нас. В красном играет команда России до 19 лет. За них играют ребята Кредо, Монстр, Вайпер и Дэд Маус, которые стоят на воротах. Фоксович тоже голокипер запасной. Он на скамейке запасных. У Беларуси полный ростер Торос, Арк, Штеген и Ройс. Собственно, я уже говорил, что микрофон я. Александр рад всех видеть на моем стриме. Я тут вижу одного человека. Это здорово. И параллельно я вижу, собственно, запись. Пока я говорил, в принципе, я ничего не упустил. Матч у нас пока раскачивается. Играют две достаточно качественные команды. Поэтому удивительно, что так, собственно, происходит. Итак, Ройс вносит тут шайбу на нападающего команды. Штеги на воротах у беларусов. Ройс, Торос, Арк играют в поле. Арк когда-то давно тоже был голокипером. Но вот, наверное, уже последние года два, если не больше, он играет активно в поле. Многие ребята начинали еще очень-очень давно и играли в разных командах и PHL в свое время. Некоторые из них даже доходили до, собственно, Nordic Union, главных чемпионов лиги и PHL. Ну, собственно, многое в их игре взято из этой команды. Да, вот этот стиль игры все везде. Об этом говорили многие игроки. И вот интересно посмотреть на то, как они будут играть с такой командой, как сборная России молодежная. Пока, как мы видим, монстр забивает первую шайбу. И сборная Беларуси проигрывает. По ходу первого периода. Итак. Кребда. Кребда шайба. Бросок вдоль ворот. Вайпер на подхвате. Сборная России молодежная выделяется, собственно, капитаном Вайпером. Олег играет достаточно качественно. И вообще один из сильнейших игроков прямо сейчас в хоккей в индивидуальном плане. Такой наследник Буре. Можно его так назвать. Собственно, наклотил он немало шайб в первом матче. Пока он еще не отличился. Неплохо разыгрывает тут белорусы. Провал в обороне у сборной Беларуси. Но Арк успеет все-таки первым на шайбе. Обогнал он Олега. Хотя казалось, что Олег будет первым. Олег, тем не менее, обыграл Арка. Шайба здесь очень неприятно скачет вдоль пизака сборной Беларуси. Тем не менее, Ройс прокидывает на Арка. Арк далеко отпустил шайбу. Здесь монстр его съест. Олег очень быстро пасует на Кребда. Кребда выкатывается один в один. Отдает на Олега блистательная комбинация. В общем-то, 2-0 заслуженно. Очень красиво было сейчас в исполнении молодежной сборной России. И поздравим их с этой забитой шайбой. Итак, ну пока не очень удачный дебют для сборной Беларуси. Ну, в общем-то, сборная России молодежная не самая приятная, давайте так скажем, команда. Потому что, ну, индивидуально сильные игроки, которые могут тебя обыграть, обойти. И это им не составит никакого труда. На этом фоне, конечно, выделяются молодежка. Что интересно, у основной сборной России акцент больше на каком-то комбинационном хоккее. Потому что там играют, собственно, такие старожилы игры, которые и стояли у истоков еще на регионе. Ох, какой тут момент. И Арк классно тут сыграл на подхвате. Не смогли там вынести шайбу вратарь и защитник. И в итоге Арк классно пробил под перекладину счет 2-1. Ну, не все так однозначно в этом матче, как в предыдущих матчах этой группы. Там, где играли команда... Ну, собственно, я уже говорил, что молодежка играла с Евро и выиграла в двух матчах. И сегодня сборная Россия взрослая выиграла 3-1, 12-1. Ох, какой тут выход. Очень много ошибок у белорусов в бронетельной линии. И счет уже 3-1. Мне пишут, что по звуку здесь не очень у меня громко. На что я могу сказать, что выкручивайте звук на максимум, потому что у меня по моим показаниям все нормально. Первый период заканчивается, счет 3-1. Сборная России молодежно уверенно ведет в счете. Но белорусы играют, не сказать, что прям очень плохо у них проходят комбинации. Но в обороне, конечно, не хватает им какой-то уверенности. В принципе, это ожидаемо. Я думаю, что это одна из всех команд, которые могут набрать по ходу турнира и ближе, наверное, к плей-офф раскачаться. И в групповом этапе для них это, ну, по сути, как пристрелочные матчи. По сути, это и является пристрелочными матчами, потому что ни одна из команд из группы не вылетает и идет дальше в плей-офф в любом случае. То есть сборная Европы, проиграв вот эти 4 встречи, тем не менее, выйдут в плей-офф. То есть, и стоит учитывать, что еще должен быть второй круг, который поменяет там, ну, может что-то изменить и в игре команды. Стоит учитывать фактор сервера. Для сборной Европы этот сервер не очень удобный. Тем не менее, ну, приходится так делать. И другие матчи могут пройти на других серверах. Это вопрос, собственно, открыт, вопрос организаторов, давайте так скажем. Арк прорывается по флангу. Ну, каким-то чудом он тут сумел вайпера объехать, потому что Олег не ожидал, что арк пойдет до конца. Шайба катится к Ройсу. Ройс проходит так. Тут Торрес едва не помешал Ройсу. Ройс за ворот. Хотел он тут в уголочек вложить шайбу, но вайпер тут как тут. Арк неплохо он играет, я смотрю, в отборах. Прокидывает шайбу и ошибается. На выходе здесь голкипер и Торрес делает счет 3-2. В общем-то, мы видим такую интригу. Кстати, в принципе, интрига была в первом матче между сборной России и основной, и сборной Европы, когда сборная Европы повела в счете 0-1. И с большим таким трудом. Можно сказать, ох, как тут шайба скакала опасно, но вынесли Беларусь и все-таки своего пятака. Монстр. Такой навес здесь мимо всех. Но Олег будет первым на подхвате. Олег выкатывает на кредо. Ну, как-то совсем он просто хотел объехать, пробросить шайбу мимо беларусов. И, ну, что-то тут тоже череда ошибок. Едва-едва в свои ворота Торрес не подправил шайбу, но все-таки эпизод заигран до конца. Выкатывается арк, бросок, шайба тут кузнечиком проскакала. И вернулась в зону сборной Беларуси. Торрес слабовато откинул на арка, но он будет первым. Ошибается Даня. На перехвате здесь Олег. Олег скидывает назад. Монстр, в принципе, мог доиграть этот эпизод до конца, но решил не рисковать. И уже Дэдмаус выходит, отдает пас монстру. Намечается неплохая комбинация. Монстр прокидывает на кредо. Кредо выкатывается на левый фланг атаки. Безадресная перетача. И уже Торрес, в свою очередь, имеет возможность выкатываться один в один с Дэдмаусом. И он это делает. С неудобной раки бросок. И Дэдмаус не без труда справляется с этим броском. Немножко не получился выстрел у Торреса. Шайба слетела с курка. И тем это было неожиданнее для Дэдмауса, который не очень любит такие неподготовленные броски. И сейчас тоже было достаточно опасно. Мне кажется, несмотря на то, что в целом рисунок игры в пользу российской сборной, белорусы неплохо так огрызаются и выдают опасные моменты. Хорошая передача. Чуть-чуть не точно получилось. И уже Дэдмаус здесь выносит на Олега. Олег ждет. Не знаю, чего он ждет. Перехвата Ройса, видимо. Ройс проходит, пытается отдать передачу на пятачок. Но россияне заблокировали данный пас. Монстр выждал паузу и отдал на Олега. Олег здесь должен справиться. Но Торрес играет грамотно в корпус. Против Олега это единственное оружие бывает в матчах. Торрес снова. Он имеет момент. Монстр успеет. Успевает, да. Монстр, конечно, немножко замешкался здесь Торрес. Тем не менее, качественная игра монстра стоит его отметить. По сравнению с предыдущими матчами, я вижу кредо в основе. Ливса сегодня нет. Собственно, я так смотрю... Ну, качество игры, возможно, пострадало. Но Ливс, в принципе, играл вчера в обороне в большей степени. Поэтому трудно... Ох, какой классный прием. Вот то, что есть у кредо, это вот эта вот какая-то такая везучесть на приеме шайбы. И он это показал, сделал дубль. Ну, не только везучесть, конечно же, и скилл. Тут бесспорно. Но вот какой-то вот есть элемент. Кажется, вот шайба уже должна мимо улететь. А кредо ее обработал. И создается момент после того, как он это сделал. То есть, это его очень крутое качество, которое сегодня помогает россиянам. Тем не менее, сборная Беларуси имела достаточное количество моментов. Еще бросок, но здесь уже Дэдмаус проспал данный выстрел. Ройс забивает первую шайбу свою на этом турнире. Собственно, все беларусы, кроме галкипера, отличились уже. Что примечательно, только одна у нас передача. Бросок. Здесь галкипер. Уже подставил клюшку. И счет 4-3 у нас по окончании второго периода. У меня, в принципе, нравятся хоккей, которые я вижу сейчас на льду. Жалко, Дмитрий, наш любимый глаз, не может комментировать. Он страдает, у него проблемы. Вот. Ну и 2 часа ночи. Тяжело молодому человеку следить и комментировать. Такой достаточно качественный и интересный матч. Олег. Олег ошибается. Здесь Арк его блокирует. И ошибается Монтр, но доработал он до конца. И сумел эту шайбу подальше от своей зоны увести. Торос. Ройс. Олег. Может пройти Тороса. Торос не бросается, Торос выжидает. И вот тут Олег, конечно, грамотно объехал. Вот в данной ситуации против Олега трудно найти прием. То есть в одиночку он здесь объедет и реализует. Монстр. Прокидывает на Вайпера. Классно. Классно. Вайпер принял неплохая передача. Но Штеген тут следит за ситуацией. Вайпер. Вайпер раскатывается. Опять обходит одного, второго, третьего. Не обходит Тороса. Играет в корпус. Но тем не менее, он все-таки Олег пробрался. И здесь уже Штеген помешал. Едва-едва не закатил здесь. Ворота Олег. Опять здесь неразбериха в разборной Беларуси. Но с такой игрой будет тяжело ребятам из Беларуси сравнять счет в этом матче. Как тут ошибся монстр. И выкатывается 1-0 Торос. Торос. Бросок. И прошивает Дэдмауса. На удивление сегодня Витя не так надежен на воротах, как обычно он, когда играет, например, за Оскаров. То есть сегодня у него вот как-то броски сквозь него проходят. Часто он ловит какой-то кураж и прямо-таки уничтожает нападающих своими сейвами. Но сегодня, на удивление, его могут прошить сборная Беларуси. И поэтому у нас и интрига сохраняется до конца матча. Монстр здесь пытался бросить по воротам. Слишком острый угол был. Кредо не дает арку начать атаку. Шайба так поселилась в зоне сборной Беларуси. Ройс объезжает Кредо. Но здесь надо открыться его партнерам. Торрес неплохо от борта прокидывает на арку. Может дойти шайба. Но Олег здесь качественно сыграл и не дал Беларусам как следует раскатиться. Ройс набрасывает. И это может быть опасно, но Витя здесь как бы следит за ситуацией. И несмотря на то, что бросок был не из приятных, он отыграл достаточно качественно. Сборная России даже начала атаку. А вот Штеген допустил грубую ошибку. Потерял ворота и все становится 6-4. Шансы сборной Беларуси уменьшаются. Но успех в этом матче. Впрочем, будет еще вторая игра. Вайпер. Кредо. Ошибается Кредо с приемом. С другой стороны... Ох, тут неудобно было принимать шайбу в Олегу. С другой стороны еще есть полторы минуты. Но с такой игрой, конечно, будет очень тяжело. Здесь Икей делает хитрик с передачи Вайпера. Но совсем белорусы потеряли игроков команды соперников. И этот гол не был чем-то удивительным. Витя прокидывает на свободного Олега. Олег прокидывает на Тороса. Монстр. Не спешат. Тут его никто не прессингует. Он может раскачаться. Бросок недостаточно точный и недостаточно сильный. Торос и Ройс тут оказывается примерно в одной зоне. Так они еще и не успевают. Этим может воспользоваться Кредо. У него не получается. Арк. Медленно. Слишком медленно. Арк пытается тут развернуться. Дорабатывает до конца здесь монстр. Олег, прошу прощения. Арк. Понял, что нужно отдавать передачу. Отдал ее на Тороса. Торос неплохо здесь обыграл соперников. И пас напрашивается на пяточок. Почти прошла эта передача. Хорошая задумка. Но тут защитник сыграл очень качественно. Штеген. Просто набрасывает его в эту кучу. Тут у нас 4 игрока в районе пятака российской сборной. Ну и все. В общем-то у нас 7-4. Первая игра между сборной России, молодежной и сборной Беларуси заканчивается. И мы собственно будем ждать второго матча сегодняшнего дня.